Собственно, инвестиционное предложение. Да, примерно полтора миллиона – это как раз открытие одного центра. Причем в эти полтора миллиона мы понимаем, что включена и базовая аренда. На то время, пока мы выходим на срок окупаемости и реклама. То есть это не то, что полтора миллиона вложили, открылись, а потом мы сидим, еще надо вкладываться, пока мы не выходим на точку окупаемости. А дальше мы уже сейчас начинаем рассуждать. Вот у меня вопрос поступал, почему тогда возникает вопрос привлечения инвесторов? Вы не вкладываете свои деньги. Мы свои деньги вкладываем сейчас, свои филиалы тоже открываем. И как раз просто привлечение инвестиций – это скорость масштабирования. Потому что я могу там сейчас прийти и взять в банки 10 миллионов, но я не возьму их, например, 100 или 200. Вот, в принципе, весь вопрос, почему мы не вкладываем свои деньги. Посмотреть, как это работает, если кто-то из Санкт-Петербурга, прям можно приехать вживую и увидеть то, как формируются деньги. Они тоже достаточно легко считаются. То есть мы открыли СРМ, увидели посещаемость, увидели средний чек, сколько он стоит, проверили там эту запись. Поэтому это деньги абсолютно понятные, абсолютно живые, откуда они берутся. Вот 4 месяца после открытия – это тоже сначала у нас идет, да? Там может 1 человек в день прийти, потом может вообще ни одного человека не прийти, потом 2 человека пришло. И вот месяца 4 реально нужно на то, чтобы выйти, чтобы он салон заработал полноценно. Вот, ну выплата дивидендов, понятно, раз в месяц, в следующий месяц за месяцом входа. А вот еще важный пункт – это 70% от прибыли центра направляется инвестору. А это в зависимости, да, от того, что если он вкладывается и полностью, да, открывается, то мы отправляем ему 70%. 30% уходит на управляющую компанию, потому что мы полностью забираем на себя управление. Столкнулись в нашем случае с чем? У меня несколько локаций франшизных. И франшиза, да, подразумевает что? Что человек сам вкладывает свое время. То есть он контролирует работу мастеров, он там контролирует, как люди пришли, контролирует обратную связь, что устроило, не устроило. Там денежные потоки, рекламные потоки. И получилось, что во многом франшизи оказались не готовы заниматься. То есть они восприняли так, что они хотят купить, но делать потом ничего не хотят. Поэтому мы решили, что мы это уже забираем полностью на себя, забираем полностью на управляющую компанию, чтобы контролировать сами рекламу, контролировать поток клиентов, контролировать возвращаемость клиентов, чтобы не возникало вопроса, ой, типа, а вот мы открылись, а никого нету или что-то не так работает. То есть сейчас мы открываемся только работой через свою управляющую. В принципе, конечно, если кто-то придет там и мы увидим, что он адекватный, и он скажет, да, вот у меня там был этот бизнес, я умею работать, я понимаю, то можем посмотреть и 100% как франчайзинг. Но пока решили, что нам удобнее это все вести на себе. Вот здесь еще вопрос, какие варианты оформления, то есть это ИП, физлицо, ООО, как это оформляется? Слушайте, нужно смотреть в зависимости от того, что есть у инвестора, что он хочет, как он хочет зайти. Нам сейчас, естественно, самое понятное, самое комфортное. У нас товарный знак зарегистрирован на ООО, то есть когда мы заключаем договор между двумя ОООшками на упрощенке. Все, тогда понятно, самое простое. Дальше мы начинаем, что если там человек хочет зайти, допустим, как физлицо, ну мы подбираем вариант, что он заходит как физлицо. Например, по договору он купил это оборудование и передал это оборудование в аренду ООО. То есть есть несколько разных вариантов. Ну и от этого там немного может варьироваться цена, как оплата нау без нау, но она там не сильно отличается. То есть в принципе самое простое, самое понятное для всех – это два юрлица. Если у инвестора юрлица нет и он заморачиваться не хочет с этим, это тоже решаемо. А если самозанятость оформить, то это тоже? Ну нет, самозанятость по сути для нас-то, если мы работаем как ОООшка, то для нас самозанятые – это как физлицо. У нас бывает, когда кто-то покупает франшизу или вот открыт филиал, и он работает как самозанятый. То есть владелец точно работает как самозанятый. И он деньги получает на себя. То есть есть филиалы, допустим, там бывшие мастера какие-то, они себе это полностью купили. Он полностью владелец, он работает как самозанятый, он получает деньги как самозанятый. Дальше находит мастера, ну когда он переходит, да, из двух четыреста выходит. Второго-то тоже у него работает. Ну их это устраивает вот такой вот формат, там до четырех-восемьсот в год, что они на двух человек это раскидывают. Но это и на… Так, еще такой вопрос, то есть если, например, по поводу локации, да, то есть как выбираются локации, есть ли планы в других городах открывать, и если человек хочет там в своем городе, например. Да, мы, получается, сейчас еще начинаем осваивать Санкт-Петербург. Когда освоим Санкт-Петербург, начнем выходить дальше в другие города. Вот по запросу, естественно, когда люди начнут из других городов какие-то, ну, смотрят где территориально, да, если это где-то там Москва или недалеко, то у нас, ну, и приехать туда можем. А так, готов пакет документов для дистанционного открытия. Но, скорее всего, конечно, кого-то придется привлекать, если это там будет, допустим, какой-то Владивосток или еще что-то. Ну, как минимум, приехать, да, там увидеть, что это живое помещение, которое мы собираемся взять, увидеть, что оно соответствует тому, что есть. То есть, ну, какая-то, если человек хочет открыться в своем городе, и он находится совсем далеко от нас, ну, минимальное физическое участие нужно будет. Так, если инвестор заходит на целый центр, то как оформляется покупка? Вот. Оформляется покупка оборудования и сдача его в аренду. На целый центр, и он хочет 100%, да, с него получать? Да, да. Ну, как я понимаю, он не 100%, он 70% также будет получать от прибыли. Оформляется вот покупка оборудования и с управлением, с вашим. Все, тогда у нас получается, мы просто все сразу оформляем на инвестора, да, он становится полностью владельцем, через нас идет, мы там получаем деньги на открытие, и потом от него уже получаем деньги за управление. А деньги он все аккумулирует сразу у себя. Надо понимать, ну, какое у него юрлицо, да, это будет. Если в таком формате, то ему, скорее всего, если он хочет, ну, все аккумулировать на себе, и потом, допустим, мы за управление получаем деньги, нам это тоже очень удобно, то ему проще открыть ИП-шку на патенте. Хорошо. Вот. Просто на себя полностью получает все деньги, ну, а с нами потом рассчитывается. Так, еще такой вопрос. Если через какое-то время инвестор захотел выйти из бизнеса, какие варианты? Слушайте, нужно эти варианты рассматривать. Вот, например, у нас получилась сейчас ситуация, когда один из франчайзи, он, ну, из-за всей понятной нам ситуации с СВО, да, просто взял и поменял свое место жительства, он уехал на ПМЖ в Турцию. То есть они просто тут все продали, все бросили и уехали. И получилось так, что мы у него этот салон обратно выкупили. Мы посмотрели, как он работает, ну, что он работает нормально, выкупили его, и теперь он в собственности у нас обратно. А сейчас мы общаемся, мы понимаем, да, то есть если мы деньги взяли, вложили, мы показываем вот нашу, как мы определяем, да, эту фиксированную годовую прибыль, естественно, нам некомфортно эти деньги брать и вдруг обратно откуда-то выдергивать и возвращать. То есть мы предусматриваем, что в течение первого года расторжение быть не может. А дальше мы, получается, у нас есть там гарантированная прибыль. Если все устраивает, то работаем дальше. Если не устраивает, то мы определяем стоимость. В договоре прописано, что по соглашению сторона любая сторона имеет право выкупить долю. То есть, в принципе, если, например, даже что-то произошло, то инвестор может обратиться опять же к нам, например, сказать, что продайте мою долю. Или обратиться к нам или выставить ее на рынок, если мы говорим, слушай, ну вот сейчас не получается, выставляй на рынок, да. Да, да, да. И, соответственно, это все реализовывается обычно там в течение, думаю, месяца-двух. И прибыльный бизнес, он всегда, тогда можно его продать. Да. И точно вернуть свои вложения, как минимум. А если честно, я просчитывал такой вариант, когда при вложениях там в полтора миллиона, буквально, наверное, где-то через 10 месяцев там по финмодели, вот этот же самый салон можно уже продать за 3-4 миллиона, вот. Потому что он уже генерит прибыль. Да, что мы же постоянно работаем, да, постоянно растем. У нас вот эти цифры, которые мы заявляем, они есть сейчас. Вот, например, мы сейчас, ну, как я уже вначале говорил, у нас увеличился чек. После этого у нас не произошло какого-то оттока клиентов, да, то есть мы просто взяли там и на 500 рублей процедуру увеличили. Дальше сейчас, так как, ну, вот я этим еще не успевал заниматься, управляющая компания этим занимается, мы добавляем продажу косметики. Мы являемся там официальными представителями по северо-западному федеральному округу Низара-производителя российского, вот, дальше сейчас у нас партнерские отношения с косметикой Genosis, и мы это только начинаем вводить. То есть, по сути, мы, наоборот, начинаем чек увеличивать и прибыль с одного салона увеличивать сейчас. И это происходит постоянно. Если взять там, проверить какую-то рекламу, которая была там в несколько летней давности, да, то есть у нас там сначала эта процедура стоила там полторы тысячи рублей, сейчас она стоит три тысячи рублей. Вот, поэтому мы этот, наоборот, чек увеличиваем, мы над этим работаем, и люди воспринимают это нормально. Так, тут еще такой вопрос. После периода окупаемости снижается ли доходность инвестора? Нет, это актив принадлежит инвестору, доходность не снижается. Ну, по сути, да. Договорное управление. Если так решили, то это не будет. И вот тут вопрос у нас, в принципе, мы обсуждали, но еще раз можно поговорить. Средняя чистая прибыль с одного салона и сколько на руки будет получать инвестор. Ну, вообще сейчас получается, средняя чистая прибыль, она 150 тысяч в месяц одного салона. Вот, а инвестор, да, дальше уже в зависимости от уровня его входа, да, в зависимости от того, сколько он вложил, ну, столько в процентном соотношении он и будет получать. Ну, то есть, если, например, именно инвестор оформлен полностью салон, то есть он зашел на полтора миллиона, то 150 тысяч, там, это 70 процентов. Нет, 70 процентов от 100 миллионов, да. Да, 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 ну, это 105 тысяч рублей, он там примерно на руки, ну, за вычетом потом налогов еще, да. Так, кажется, отличное предложение для тех, кто хочет организовать себе за недорого пассивный доход. Значит, по поводу, еще раз, модели всей, да, пройдемся. Да, получается, человек вложился, мы определились его локацию, да, мы эту локацию согласовали, где открываем. Дальше, получается, мы начинаем подбирать уже помещение, подбирать мастеров, закупать оборудование. Месяца два уходит на открытие, месяца четыре уходит потом на выход на расчетную прибыль, ну, и дальше начинаем работать.